Нюта, вы приехали на конференцию в Берлин. Это конференция по палеоативной помощи. Обычно это называется обмен опытом. Так каким опытом вы обмениваетесь и какой опыт немецкий хотите вынести и как-то использовать в российских реалиях? Во-первых, эта конференция проходит в Берлине, но это международная конференция. Из нее можно вынести далеко не только немецкий опыт. Тем не менее, я скорее практик, чем теоретик. И мне, чтобы какой-то опыт изучить и перенять, мне нужно вот его руками трогать. Поэтому с утра сегодня я была в достаточно новом детском хосписе в Берлине. Он всего с 2015 года существует. И он уникальный для всего мира, потому что это такой своего рода палеоативный детский сад. То есть туда неизлечимо больные дети приходят или на дневное время, проводят там время днем и с ними занимаются, с ними работают тьютеры, воспитатели, терапевты. Или они приезжают туда только на ночь. Это тоже возможно. Если, например, у мамы есть еще дети и ей просто нужно ночью выспаться. Тогда она днем занимается детьми сама, а ночью, чтобы не вскакивать, она вот отправляет ребенка в такой ночной детский сад. И это очень интересный опыт. Он пока для России неприменим. Но вы знаете, чтобы сделать первый шаг, нужно все равно уже очень хорошо знать, что вот там дальше за этим первым шагом последует. Но здесь мы находимся, на мой взгляд, по очень крутому поводу. То есть для меня волнительный день, что редко бывает. На международных конференциях я была не раз. Берлинская одна из самых уважаемых и востребованных. И сегодня я здесь представляю новый проект, новый благотворительный фонд, который называется P.E.I.S.T. P.E.I.S.T. означает palliative education, образование в паллиативной помощи. И это фонд международный. Это благотворительная организация. И вообще, что мне еще кажется важным, наверное, это единственная организация в последние годы, вот с точки зрения состава основателей Британа Российская, да еще и благотворительная, которая, вот знаете, на 100% out of politics. И вот это очень важно, что мы вообще вне политики. Паллиативная помощь, с одной стороны, не может быть вне политики, потому что организовать эту помощь в любой стране для того, чтобы организовать, нужно обязательно договариваться с властями страны. С другой стороны, вот сам факт появления такого фонда, то, кого мы сюда позвали, у нас здесь своя секция, мы позвали представителей 11 стран, где паллиативная помощь развита недостаточно. Это страны Восточной Европы, страны бывшего Советского Союза, страны, у которых по многому между собой разные непростые отношения к России, Украине, Армении, Азербайджан, представители Грузии, Румынии, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана. И мы все одинаковые. Это люди, которые, как никто, знают, что мы все абсолютно ничем друг от друга не отличаемся. И нас очень уравнивает и объединяет смерть. Как бы люди ни жили, что бы ни происходило в их жизни, какой бы ни был у них уровень финансового достатка, когда они уходят из жизни, они все боятся одного и того же. Они боятся боли, боятся унижения, боятся одиночества. Они боятся в любой стране мира. И паллиативная помощь вот эти три компонента убирает, старается убрать, минимизирует в конце жизни. В палате хосписа бомж от профессора ничем не отличается. И то, что мы организовали пейст для того, чтобы опыт ведущих стран, тех, которые присутствуют на берлинской конференции, начал работать на те страны, где точно так же люди имеют право достойно уходить из жизни. И вот лучшие эксперты соединились и сказали друг другу и всему миру. Мы говорим, ребята, мы про людей, которые на сегодняшний день вне политики. Мы хотим, чтобы паллиативная помощь, а именно отсутствие страха из-за возможной боли, унижения и одиночества в конце жизни, чтобы вот это вот право на отсутствие страха появилось у каждого, его реализация, чтобы была доступна каждому. И да, плевать нам на все ваши выдуманные границы. Мы это сделаем с пейст. Мы сегодня начинаем эту первую секцию. И мне волнительно, да, потому что осознавать, что Россия хоть и не имеет сама паллиативной помощи, которая вот уже была бы доступна всем, тот путь, который мы прошли, и прошли невероятный путь и за короткое время. Очень приятно, что у нас есть репутация, которая вот этому позволила состояться, да, и очень приятно, что нас слышат, и очень приятно хотя бы в этой части перестать выглядеть таким огромным, устрашающим, немытым, дурно пахнущим монстром, да. Вот мне хочется, чтобы было очевидно, что в гуманитарных ценностях мы вот от Германии, от Великобритании, мы в этом, ну вот в этом хотя бы аспекте, мы не отличаемся, да, несем то же самое. Вопрос следующий про сходство и различия. Я просто жила в Берлине, какое-то время мы жили, ну, бок о бок с хосписом. Взрослым или детским? Взрослым. Но, по-моему, детский там тоже был. Ну, и я вечером, не помню, ходила гулять, кажется, там по парку. Он как бы в парке дом в парке, хоспис в парке. В Москве никогда не была в вашем хосписе. И я как человек со стороны пыталась посмотреть этим людям в глаза, и ну вот мне был интересен их взгляд. И мне интересно, взгляд пациентов хосписа там в Германии, вообще в Европе отличаться от взгляда пациентов хосписа в России. Ну, наверное, может быть, в первые пару дней будет отличаться, потому что, когда к нам попадают люди, первые пару дней они поверить не могут, что действительно можно, да, избавиться от боли, можно выспаться, можно не чувствовать себя в медицинской организации, не чувствовать себя чужим и униженным. Потому что те хосписы, которые находятся в моем ведении, я руковожу государственной бюджетной структурой, или те хосписы, которые опекает фонд Вера, это хосписы, которые разделяют философию палиативной помощи в целом. И там хозяин, конечно, пациент. В Германии, вот в частности, в том хосписе, где мы были сегодня, в Берлине, вообще не говорят пациенту, они говорят, наши гости, наши гости, наши постояльцы. Много, я так понимаю, за последние годы было сделано в России? Невероятно совершенно, невероятно. Все-таки, что еще не сделано? Почему вы приняли для себя решение, о котором сейчас многие говорят, пойти в Мосгордуму? Чего вы хотите там добиться? Ну, во-первых, то, что нуждается в изменениях в палиативной помощи, это скорее вопросы федерального уровня, не Мосгордумы, а Думы федеральные. У меня тоже, ведь у меня все-таки некоторый диссонанс. В Москве с хосписами, опять же, я так поняла, все далеко не так плохо, как в регионах, и вот дневник, который вы пишете. Все-таки логичнее бы было идти не в Мосгордуму, где принимаются решения на уровне столичного, на уровне Москвы, а там, я не знаю, или в Госдуму, или в какой-то специальный совет, или в конце концов в Министерство здравоохранения. Этот невероятный хайп, который в связи с этим существует, он у меня вызывает только, знаете, я расстраиваюсь от этого, потому что, во-первых, не надо додумывать, можно спрашивать. Я учитель, и я привыкла детям говорить и всем, что говорят, не знаете, спросите. Отвечая на предыдущий ваш вопрос, что еще нужно менять? В России, например, в целом нет детских лекарственных форм, чтобы они появились, чтобы появилось обезболивающее для детей. Меньше дозировки? Нет, важна именно лекарственная форма. Не дозировка, а форма. Сироп, назальный спрей, капли, ректальные свечи, ни уколы, ни таблетки, то, что трудно. В России до сих пор палеотивная помощь все-таки во многом не интегрирована в систему. То есть это такой чуждый элемент. Существуют неправильные критерии оценки качества. Мы считаем койками. Койки есть, значит, помощь есть. Это не так. Койки есть, они даже заняты людьми. Но эти люди не получают помощи, или это не те люди, которым нужна помощь, и так далее, и так далее. Это, кому с гордоми, к моему решению, имеет опосредованное отношение. Важно другое. Есть федеральные законодательные акты, которые уже приняты, в том числе, касающиеся обезболивания, определения того, что такое палеотивная помощь, межведомственного взаимодействия. Что значит этот сложный термин? Это означает, что человек в конце жизни не может получать только медицинскую палеотивную помощь. Ему еще нужна психологическая поддержка, социальная помощь. Ему нужна очень многим людям у нас в стране. Нужна духовная помощь. Именно нужен контакт со священником, с представителем церкви. Очень важно участие волонтеров. Без них хоспис не сможет стать домом. Он не сможет реализовывать индивидуальные потребности у людей. Вроде ведь в федеральном законе уже практически это все предусмотрено. Почему же это не работает? Потому что в Российской Федерации субъекты все достаточно суверенны. Это как и в Германии. Ну вот видите, я немецкую систему не знаю, нашу уже знаю. И суверенные субъекты сами должны разрабатывать свое региональное законодательство. То есть Министерство здравоохранения федеральное, вот оно дал бы нам такую рамку, матрицу. А дальше, господи боже мой, Республика Тыва, представляете себе? Или Московская область, такой вот бублик вокруг Москвы, да, кольцо. Или огромный Красноярский край, который лету от Красноярска до Норильска только 4 часа. Как там это все организовать? Так я тем более не понимаю, зачем вам вот эта вот работа в Москве? В каждом регионе России есть законодательное собрание, есть своя дума. Я не знаю механизмов ее работы. И про Москву можно говорить, что Москва это не Россия, потому что там много денег. Но в этом смысле Москва-Россия регионального московского законодательства по палеотивной помощи не существует. И при этом Москва является законодателем. Да, в ней много денег, в ней есть МЦК, в ней есть вот это, вот это, вот это. Но в Москве в том числе, именно в Москве, люди разобрали пандус в доме, где ребенок инвалид. Люди недавно настаивали на том, чтобы девочку больную раком выгнали из дома, потому что они боялись заразиться. Москва в части... Москва ведь состоит из немосквичей. Поэтому Москва это Россия. Хорошо, это для вас трамплин? Вы знаете, нет, это не трамплин. Это способ, есть слово такое, ой, тиражирование. Вот. Это возможность сделать и тиражировать. Вот был сделан первый хоспис взрослый. Мы стараемся его тиражировать, мамой моей, да, его ценности. Год назад мы организовали удивительное учреждение в Ярославской области, Дом милосердия Кузнеца Лобова. Таких учреждений в России больше нет. А очень жаль. Это, по сути, медико-социальное учреждение. Это и дом престарелых, и долговременный уход, и палеотивная помощь. Три в одном. Как их тиражировать? Вот чтобы их тиражировать, нужно придумать механизм на уровне региона, который позволит такие вещи организовывать во всех субъектах. Они будут очень востребованы, они нужны, потому что люди переходят из одной категории в другую, и потому что еще растущее количество пожилых людей нас неизбежно подталкивает к тому, чтобы все-таки появились именно медико-социальные учреждения, а не только социальные, и не только медицинские. И если отработать механизмы на Москве, если в Москве прописать и научиться главное внедрять и контролировать вот это вот межведомственное взаимодействие, взаимодействие между двумя министерствами защиты и здравоохранения в интересах одного больного. Оно нелогичнее было бы, как я вам сказала, уже пойти в министерство здравоохранения. Федеральное? Оно этого не решает, еще раз вам говорю. Оно этого не решает. И потом вы не забывайте, что министерство – это чиновничья должность. Уж кем я не хочу становиться, это чиновником. Хотя я совсем недавно говорила, что я и депутатом не хочу становиться. Но если выясняется, что это механизм, это точно не сама цель. Это именно механизм, ну как молоток и стремянка, чтобы забить гвоздь, который высоко на стене. А в Мосгордуме разве не чиновники? Нет, я остаюсь на своей работе, я продолжу делать свою работу. Это моя общественная деятельность. Там два вида есть депутатов, в которых это прям вот работа, и они за нее зарплату получают. А есть общественные депутаты, которые не представляют никакую политическую силу, и которые избираются, или, между прочим, не избираются, еще раз. Я пока еще даже документы официально не подала. Это состоится, по-моему, через пару недель. Кстати, вы верите в честные выборы в России? Я верю очень в людей. Я верю в то, что люди... Ну, люди, к сожалению, каждый человек зачастую недооценивает, как много от него зависит. И вот сейчас я являюсь директором государственного учреждения, да? И мне приходят, как директору, масса всяких там бумажек. В Москве проходит велопробег там такой-то, примите участие. Или в Москве будет проходить первомайская демонстрация, примите участие. Ни разу, ни на одной бумаге не было написано, что я обязана послать такое-то количество людей туда-то. Вот ни разу. И я никого никуда не посылаю. И не было никаких замечаний мне сделано. При этом масса руководителей государственных учреждений по всей стране, директора школ, директора каких-то там заводов, не знаю, автобусами их увозят, Да, они получают точно такие же бумаги, как я. И это абсолютно вранье говорить вот, что нас принуждают. Нет, ребята, есть удивительная совершенно... Вы же не видели всех этих бумаг с другой стороны. Ну, они же и типовые, они единые, понимаете, это не пишут. Мне вот такой бумагой... Может, состоялся какой-то разговор в кабинете. Есть такой удивительный термин, придуманный Данилом Дондуреем, покойным, называется «Смысловики». Что в России очень сильны смысловики. Люди, которые улавливают дуновение ветра, вот они вот... Ага, действуем вот так. И в этом смысле подобная бумага является очень жестким ЦУ. Идем на первомайскую демонстрацию. Но это наше решение. Посылать туда людей или не посылать. И возвращаясь к честным выборам, в моей организации выборы были честными. Я говорю уже про другое. А я не могу отвечать за всех. Вы верите в честные выборы в Мосгордуму? Ну, я буду скотиной, если я вам скажу «нет». Потому что я верю в то, что то, что будет происходить со мной, будет честно. Я просто откажусь в этом участвовать, если будет по-другому. Я правда считаю, что любое обобщение выборы честные или нечестные, оно обязательно разрушится. Потому что я вам скажу «Вы придите в Центр палиативной помощи, посмотрите, и вы увидите. У меня честные выборы нет». У меня честные. Я отвечаю за свой кусок. Я не могу... Я думаю иногда электронные участки это путь к честным выборам или наоборот. Там где-то кто-то за компьютером сидит и смухлевать будет проще. И можно и так ответить, можно и так. Ну, конечно, честные, но, конечно, проще там смухлевать. То же самое с этими автобусами. То же самое... Я, безусловно, верю в возможность честных выборов. Вот так, наверное, правильно было бы. Я верю в возможность честных выборов. Но главное, что я верю в то, что честность выборов зависит не от Путина и не от Собянина, а зависит от каждого конкретного человека. Вообще, Когда ты мотаешься по стране, когда ты общаешься с конкретными людьми, ты понимаешь, насколько этот фантастический миф про царя-батюшку нами создан, нами поддерживается и, наверное, означает нам нужен, потому что все решения вот там принимаются. Вы идете в театр, вам впечатление от театра портит гардеробщик, какой бы ни был замечательный спектакль. Этого гардеробщика, конечно, за него отвечает худрук или директор театра, но за каждого сложновато. И в этом смысле вы можете еще пять раз меня про это спросить. Ну, не могу я гарантировать честные выборы, не могу, но я в них верю, потому что я верю, и я точно знаю, что это происходит, и видела как, и сама это организовывала. Хорошо, для вас участие в этих выборах – это компромисс? Меня кто обвиняет? Ну, весь этот хайп, как вы говорите, создали, обвиняют вас в том, что вы идете на сговор со властью таким образом. Я думаю, люди очень сильно недозаняты. И только недозанятый человек может тратить время на то, чтобы писать, обсуждать, оставлять комментарии. И вообще погружаться в это. Мне стыдно от того, что трагедия в Шереметьево обсуждалась два дня журналистами, вашими коллегами. А вот это все обсуждается две недели. Хотя, по сути, вы мне задаете эти вопросы, а вы уверены, что я буду баллотироваться? Я подала документы как кандидата в депутаты? В каком округе? Какого числа? Почему вы мне задаете все эти вопросы? Потому что вы поддались этому хайпу? Вы приехали в Берлин на конференцию популятивной помощи, которая выше этого. Она выше Соболи и Федермессер в 43-м округе. А вы тоже в этот хайп углубляетесь. Это дешево. Это дешево. Эта дискуссия, к сожалению, наверное, коснулась не только вас. Вы формируете сутевую часть дискуссии. Это формируют журналисты. Журналисты из того, что я сейчас вижу, утрачивают ощущение собственного влияния на повестку. Восстанавливайте собственное влияние на повестку. И говорите про то, что Россия и еще 11 стран приезжают в Берлин общаться с международными экспертами, учиться обезболивать тех, кто в России умирает без обезболивания. И будет умирать вне зависимости от того, кто победит в 43-м округе и какой будет президент. Путин или не Путин. Понимаете? Мой компромисс. Есть у меня компромиссы с детьми, с моими. Есть компромисс с моим мужем. Есть компромисс с моими сотрудниками. Есть компромисс с московской властью. Есть компромисс с федеральной властью. Это мой компромисс. И я знаю, для чего я это делаю. Это моя совесть, мой ночной сон. И в моем понимании есть точка, ситуация, не знаю, в моей жизни ее, слава богу, не было, в которой я причиню кому-то вред. Вот я очень надеюсь, что я никогда эту точку не перейду. И грань, наверное, там находится, опять же, не знаю, я туда не доходила. Не было ситуации, в которой мое решение кому-нибудь бы навредило. А если я подам документы, если я буду баллотироваться, мы не знаем, я, может, на самолете разобьюсь, когда я обратно полечу, то я бы так сказала, вот в каждом округе Москвы, если будет Соболь, Фадермессер и Митрохин, вот это будет круто, круто, понимаете? Давайте радоваться, может быть, это будет хотя бы в одном, а было бы круто, чтобы в каждом, не знаю. Но мне, вот я честно вам говорю, мне неприятно, что мою повестку, которая про палеотивную помощь и про слабых, сводит к взаимодействию с девушкой, на мой взгляд, очень симпатичной и толковой, которую я никогда в жизни даже не видела, понимаете? И я совершенно точно знаю, что то, что я для себя, то, как я себе это все вижу и рисую, мне моя повестка известна достаточно хорошо. Я видела, какое влияние произвел один день в хосписе на губернаторов, вице-губернаторов, министров и замминистров, которые пришли на один день как волонтеры. Я знаю, что за этими одинаковыми, дорогими пиджаками, дурацкими, безвкусными, одинаковыми ботинками и галстуками, за этими безликими мужиками прячутся люди. И когда эти люди сталкиваются с чужим страданием и болью, пиджаки снимаются, а люди остаются. Я знаю, что Москва может быть милосердным городом, и что если мы в Москве примем определенный ряд законов, в Москве нет закона об общественном контроле, московского, это все, тейк, это не работает, нет московского закона о волонтерстве, в московскую программу развития здравоохранения не внесены изменения, которые уже внесены в федеральное законодательство, в том числе по обезболиванию. Если это сделать, это будет проще передавать в регионы. В Москве, Москва может не только МЦК гордиться. Если город принимает чемпионат мира по футболу, этот город не может позволить себе ситуацию, когда жители будут считать, какого-то подъезда будут считать нормальным разобрать пандус, потому что им инвалид мешает. Город может быть милосердным. Милосердие в людях можно воспитать. Милосердие можно разбить на составляющие, информировать, обучить. Оно состоит из чего-то. Оно состоит из поступков. Поступки состоят из того, что человек знает. Власть можно делать неравнодушной. Власть можно очеловечивать. Власти надо показывать происходящее. Очень могучие и сильные люди помогли мне вытащить из тюрьмы девушку Катю, которая недавно умерла в хосписе. Вы знаете, я каждый день каждому из них посылала отчеты о ее состоянии, фотографии и написала, когда она умерла, что она умерла. И двое из них спросили, нужно ли помочь на похороны. В день, когда я впервые с ними встретилась, чтобы об этом говорить, мне бы даже мысль такая в голову не пришла, что кто-то из них может предложить мне свои личные деньги, помочь ей на похороны. Я знаю, что это удивительная работа, которая делает меня жестче, потому что я вынуждена, к сожалению, отмахиваться от лабуды. А людей вокруг она делает лучше. И пускай делает. Я бы, наверное, может быть, хотела вас как-то примирить с журналистами. Я понимаю, с людьми... А у меня нормально все с журналистами. Нет, на которых вы злитесь. Я вообще не злюсь, Марфа, на людей. Ну, вы злитесь на тот карп, который сейчас... Я злюсь на то, вот в данном конкретном случае сейчас, я злюсь на то, что я шла говорить с вами про фонд Пейст, а мы половину времени говорим не про сегодняшнюю повестку. Вот на это я злюсь. А журналистам я безмерно благодарна. Если бы не СМИ, палеотивная помощь не получила бы того развития, которое получила акценты, нужно правильно расставлять. И надо знать, что... Надо про себя четко знать. Вот вы меня спрашиваете про компромисс. У меня есть мои границы. И это мои границы. А я не собираюсь про них рассказывать. У меня есть мои границы в сексе, мои границы в компромиссе, мои границы где-то еще. И у журналистов тоже должно быть понимание своего влияния на людей. Вот я пытаюсь вам объяснить. Смотрите, для этих людей, которые вас в чем-то обвиняют, говорят, что да, вы там конформисты... Это счастливые люди, поймите. Нет, я хочу сказать, это не от того, что им нечего делать. Потому что поток информации, вот все те ужасы, которые мы читаем в интернете, в фейсбуке, про пытки, про медицину, про онкологию, то же самое, это все настолько ужасно, и это все ассоциируется с той властью, которая есть в России. Это все ассоциируется у людей. Это вы сами это ассоциируете. Это полная абсолютная глупость. Потому что вы что хотите сказать, что если поменяется власть, люди не будут умирать от рака? Если поменяется власть, в один день прекратятся пытки, в один день невероятно коррумпированное наше российское общество перестанет быть коррумпированным, и когда менялась ситуация с ГАИ, когда упразднялись ГАИшники и ставились камеры, я была тем человеком, который думал, боже мой, а как на машине-то ездить, если взятки будет нельзя платить? Это мы делаем, это мы делаем. Вот это ё-моё, это очень важно понимать, что это делаем мы, а не какой-то один мифический дракон наверху. Убить дракона нельзя. Борьба против власти равно борьба за власть. Вы не можете убить дракона, вы тут же рожаете нового. Но многие ваши, я знаю, друзья, борются с этой властью. Отлично, пусть борются. Отлично. Можно бороться, можно при этом оставаться людьми и позволять тем людям, которые выбрали для себя другой путь, и ни с кем не борются, позволять им жить достойно. Понимаете? Это то равновесие, которое обязательно должно быть. Должна быть обязательно в каждой эпохе Валерия Новодворская, должен быть Андрей Дмитриевич Сахаров, должен быть Лихачёв, должен быть свой Шандерович, должен быть свой Навальный, должна быть своя Чулпан Хаматова, свой доктор Гаас. Это делает мир таким, какой он есть. Не может быть только вот это и вот это. Есть люди, которые... У меня, знаете, как много сотрудников, которые вообще это всё не понимают. И когда я им говорила про ОНФ и рассказывала, вот сейчас будет волна, имейте в виду, кивают, кивают, а потом говорят, Анна Константиновна, а что такое ОНФ? И это те люди, которые за нами с вами ухаживают. Понимаете? Мне эти люди намного симпатичнее, чем... Я предпочла бы бороться не против власти, не с властью, а бороться с бесчеловечными решениями закона защитить чувств верующих. Закон Димы Яковлева. Закон о запрете на ввоз импортных лекарств. Мракобесие, которое существует... Мракобесие существует в конкретных головах. И людей нужно просвещать, и бороться нужно с мракобесием. те представители власти, с которыми мне довелось сотрудничать, среди них мракобесов не встречала. А среди их... Начальников? Нет, среди их как раз подчиненных, среди тех смысловиков, которые под ними пытаются что-то уловить, встречала дикое количество лицемеров и жополизов. Глупых, испуганных. А это самое страшное, глупые и испуганные одновременно. Это Гоголь просто. Да? Самый страшный человек в Российской Федерации, самый непреодолимый тупик, он там, где гардеробщик, где вахтер, а не там, где власть. И чтобы вахтер изменился, его надо тоже как-то постараться полюбить и начать воспитывать. Вообще меняет все только любовь. Это банальщина и высокопарная, но это единственное, единственное вообще, что может каким-то образом изменить вокруг нас происходящее. Как в этом «Уральские пельмени» или где-то, говорят, понятие «простить надо». Вот поймешь, простишь, полюбишь, тогда можно куда-то двигаться. По-другому не двигается ничего. Я бы не хотела заканчивать на политике, поэтому у меня был последний вопрос. Вы часто плачете? Нет, не часто. Выбирая между 10 минут поспать и 10 минут поплакать, я выбираю лишние 10 поспать. Вы столько боли ведете? Нет, я вижу преодоление боли, потому что, если к нам люди попадают, то это люди, которым мы помогаем, которых мы обезболиваем, которым мы даем право, разрешение признаться в том, что они устали, что они больше не могут, что они беспомощны. Мы даем им право плакать. С людьми, с пациентами бывает, что плачешь, конечно. Но сама по себе... Последний раз я очень плакала, когда я вышла из одного из учреждений, где была на таком... Ну, аудите, не аудите, не знаю, как правильно сказать. Вот одна из поездок с регионом Заботы, УНФ, с кем? Плакала от ощущения собственной беспомощности, потому что больше всего хотелось там остаться, остаться там надолго, на год. Я понимаю, что если я останусь, я изменю. От собственной неправоты, от того, что я на эмоциях стала что-то делать, что в результате отвращает и людей от этого дела, и пациентам хуже. Ну, вот от собственной беспомощности, наверное. От комариных укусов я не плачу. Нет, ну, я имею в виду не комариные укусы, конечно. Ну, то, что происходит, это комариные укусы. Нет, естественно, я и вообще не про это. Я же говорю это не про политику. Ну, просто когда я, например, читаю там статьи, ну, в основном пишут там про детский хоспис, про матерей, отцов, потерявших детей, я просто, я не могу это читать без слез. Я удивляюсь, вот вы проживаете так каждый день. Ну, нет, не каждый. Во-первых, я довольно много мотаюсь, и я сейчас не каждый день в стационаре и с пациентами, и с родственниками. Во-вторых, есть ситуация, когда ты плачешь вслед за чьей-то эмоцией. Не за свои эмоции, а вслед за чьей-то эмоцией ты плачешь. Это, ну, очень нормальные, хорошие, человечные слезы, которые говорят о том, что я чувствую. Эти слезы нужны родственникам, эти слезы нужны пациентам. Это слезы про то, что те, кто, ребята, те, кто с вами работают, они тоже люди, они готовы разделять вашу боль. Это не слезы эмоционального слабака, а это профессиональные слезы, и слезы нужные, и пусть они будут, и они должны быть у сотрудников. Если какой-то у меня есть сотрудник, который утратил, у которого глаза не увлажняются, то ему надо уходить с этой работы. Ну, знаете, с другой стороны, с годами понимаешь, что, оказывается, сентиментальные слезы – это очень классно. Слезы, когда кино, когда щенок, когда младенец, слезы, когда у тебя что-то получается – это очень классные, хорошие слезы. они про какой-то, как душ, когда ты обновляешься. Как душ, наверное, да. А не тебя на какие-то мгновения перестаешь быть начальником с ответственностью и становишься девочкой. Это здорово, что это есть. Ну, когда люди… Меня очень злит, если люди плачут просто от того, что… Какой кошмар! Я не могу прямо! Ну, меня злит. Ну, не можешь уходи, ну. Вот так не могу плакать. Так не плачут. И про себя тоже не жалею, надеюсь. Не плачут. Ну, вот. А те слезы, которые возникают во взаимодействии с чужим горем – это слезы, это слезы нужные вот этой второй стороне. Это вовсе не значит, что они не искренние, кстати, у меня. Они искренние, но они просто часть работы, как ни странно. Они часть работы – это нормально. Спасибо, Нюта. Удачи вам в вашем невероятно благородном деле. Я от себя вам говорю, что, мне кажется, не стоит обращать внимание на то, что люди пишут в соцсетях. Я вот там, кстати, ничего не пишу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!